В скором времени этой двадцатки рядовых предстоит с головой окунуться в науку. Их ждёт незаурядное прохождение срочной воинской службы. После курса молодого бойца военнослужащие отправятся на 13-й судоремонтный завод Черноморского флота. Там молодые специалисты присоединятся к научной роте, которая работает над модернизацией производства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса и улучшением эксплуатации кораблей военно-морского флота. Все призывники имеют опыт работы на судоремонтном заводе. И соответствующую квалификацию. Эти ребята все работают на этом заводе. Все работники этого завода. Призывники, которые состояли на войском учёте и подлежали призыву вооружённой силы Российской Федерации. Средний возраст? Ну там до 25-4 лет. Пилотный проект Министерства обороны по созданию особых научно-производственных подразделений находится в самом разгаре. Спустя полгода после формирования роты есть первые результаты. Есть положительный результат. У нас есть в планах в сентябре месяце уже результаты работы операторов научно-производственной роты представить на выставке «Армия-2016», которая состоится в сентябре месяце. Мы сейчас готовим уже действующие, скажем, изделия, которые были созданы руками ребят научно-производственной роты. Очень много интересных направлений, инновационных направлений, то, чего ещё нет нигде в мире. Вот эти ребята сейчас вот этими вопросами занимаются. Многие вопросы у нас там закрытого, скажем так, закрытой формы, да, те, которые не для общей огласки, скажем так. На этих ребят возложена большая ответственность. От их результатов прохождения альтернативной службы зависит, закрепится ли формат научно-производственных рот в вооружённых силах Российской Федерации. Чтобы служба прошла гладко, протеиерей Василий провёл молебен и окропил рядовых святой водой. Призывников провожают родные и близкие. Хоть мужчины и будут служить дома в Севастополе, родители всё равно волнуются. Теперь они будут видеться куда реже. Режим всё-таки. Сами бойцы не унывают, а наоборот хотят поскорее приступить к работе. Я уже три года на производстве работаю. Мне нравится эта работа. Занимаюсь механикой в четвёртом доблестном цеху. Так что именно сюда, не только сюда дорога. Так как работаю на военном заводе, военном предприятии, чиним наши корабли, которые нас и защищают. Почему бы и не попробовать, и не пойти по этой же структуре и в армию. Чего ожидаете? Да что сказать. Что-то новенькое, интересное узнать. Военная форма и снаряжение выданы накануне. Последние минуты прощания и солдаты отправятся в казарму. Воинская часть в Казачьей бухте на год станет их домом. После прохождения срочной службы солдаты смогут остаться на своих рабочих местах. К слову, именно для этого и создавалась рота, чтобы пополнить кадровый потенциал на военном производстве. Иван Клепачёв, Виталий Козловский, Севинформбюро.